В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавирусной инфекции, Почта России перешла на измененный режим работы. Так, пенсионные и социальные выплаты производятся на дому, а время обслуживания физических лиц сократилось. Кроме того, будут предприняты меры, чтобы не допускать изменения в режим доставки почтовых отправлений. Об этом рассказал директор управления Федеральной почтовой службы по Ненецкому округу Андрей Попов. Сейчас почтовая корреспонденция доставляется внутри региона как пассажирскими бортами, так и чартерными. С начала 2020 года совершено 22 заказных рейса, перевезено 20 тысяч тонн груза. Лидер по чартерным рейсам – посёлок Индиго. 7 февраля туда совершено 4 вылета. Что касается доставки межрегиональных почтовых отправлений, то здесь произошли изменения. В рамках сложившейся обстановки часть перевозчиков останавливают рейсы, которые совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Но мы со стороны Почты России изменили логистическую цепочку и основное направление будем перенаправлять с Архангельска. С Архангельска как чартерные рейсы совершались, так и будут совершаться. На данный момент режим всех городских отделений, кроме центрального, сокращён с 9 до 16 часов. Что касается выплаты пенсии и социальных пособий, пока их выдают на дому. В рамках пандемии коронавирусной инфекции в данном месяце у нас были сжатые сроки по доставке пенсии. Привлекали дополнительного человека по доставке, по крайней мере по городу, так как большой основной объём у нас идёт. Но я думаю, мы со своей задачей справились. 98% выплатили на дому. Мы максимально старались всё доставить, но всё-таки люди приходили, которые не знали ещё. Видимо, резко всё это началось, и информации было недостаточно. Несмотря на пандемию, в окружном отделении Почты России намерены обновлять филиальную сеть на территории округа. Это станет возможным в рамках соглашения между окружной администрацией и Почтой России, заключённым на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Мы со своей стороны проработали населённые пункты, где особо критичные, вот где плохое состояние отделения связи. И, соответственно, вышли с инициативой на администрацию округа. Сейчас, на этом году, мы, конечно, планируем приобрести так называемое модульное отделение связи, МОПСы, так называется. Да, это Великовисочный, Великовисочный, Нельминос и Харьер. Вот эти вот три населённых пункта ставим себе без задачи в этом году. Все остальные переносим на следующий год. По всем вопросам, связанным с отправкой или получением почтовых отправлений, можно обращаться по телефону горячей линии по номерам 8 911 875 2301 или 8 818 53 4 21 02. Также каждую пятницу на портале «Народный контроль» можно познакомиться с актуальной информацией, в том числе графиком рейсов. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов и Владислав Ткачёв, Телеканал Север.